После того, как была осуществлена оккупация нашей земли, можно сказать, что теперь уже идет война для того, чтобы ограничить и вообще упразднить юрисдикцию грузинской церкви в Абхазии. Для этого абхазские церковные сепаратисты, и не только они пытаются использовать разные патриархии, а особенно нашу дорогую и дружественную Вселенскую Патриархию Константинополя. Недавно об этом у нас была беседа со Вселенским Патриархом, который сделал резкое заявление о том, что Абхазия находится в юрисдикции грузинской церкви, и это не подлежит никакому сомнению. Анания – митрополит Манглиский и Тетрицкоройский. Грузинская апостольская автокефальная православная церковь. Субтитры создавал DimaTorzok В 2013 году православный мир отметил 1700-летие принятия Миланского эдикта. Праздничная дата была отмечена особым торжеством во Вселенской Патриархии имени Святого Константина Великого. В связи с этим важным событием, 17 мая 2013 года в Константинопольскую Патриархию также прибыла делегация Грузинской Церкви во главе со Святейшим Патриархом Ильей. Вознаменование Миланского эдикта. Так был праздник и совершалась литургия, а затем, на второй день, у нас был визит в резиденцию Вселенского Патриарха. Там состоялось обсуждение церковных вопросов. Это были пасхальные дни и, конечно же, мы в первую очередь поздравили друг друга с пасхальной радостью. Также был затронут вопрос о неизменяемости границ юрисдикции Грузинской Церкви. Константинопольская сторона заявила, что признавала юрисдикцию Грузинской Церкви в масштабах всей страны, в том числе и на территориях, оккупированных в настоящее время Россией. Но она также не могла оставить без внимания те жалобы и просьбы, которые непрерывно поступали из Абхазии. Речь шла о религиозных нуждах православных, оставшихся на территории Абхазии в условиях, когда страна-оккупант не позволяет католикосу-патриарху всея Грузии, митрополиту Пицунскому и Сухуму Абхазскому, святейшему и блаженейшему Илье Второму совершать богослужения для оставшейся на месте паства. В сегодняшней оккупированной Абхазии существует группа церковных сепаратистов. Их возглавляет Дорофей Дбар. Есть и другие группы тоже. Эта земля оккупирована, и наше паство изгнана оттуда. Как вы знаете, там были этнические чистки и репрессии. И наш народ был изгнан насильственно. Конечно, там осталось какое-то население, но Дорофей Дбар выступает от имени всей Абхазии. Они составили группу и созвали там неканонический церковный собор. Этот собор объявил о создании автономной митрополии Абхазии, которая будто отделилась от грузинской церкви. Как бы в виде митрополии они создали независимую церковь Абхазии, а главой этой митрополии якобы является Дорофей Дбар. Его облекли этим полномочием. Дорофей Дбар, согласно своим так называемым полномочиям, составил письма, жалобы и доклады, которые он послал Вселенскому Патриарху, а также Патриархам и главам поместных церквей мира. Церковный сепаратист Дорофей Дбар признает несомненным мнение о том, что Западная Грузия находилась под церковной юрисдикцией Константинополя, а в расположенных там храмах для совершения богослужения использовался не только греческий, но и абхазский язык. Согласно его теории, с IX-X веков церковь Западной Грузии, абхазский католикасат и абхазское государство были завоеваны грузинскими агрессорами с предводительством грузинской церкви, и там абхазская церковь была подавлена. Таким образом, на это место была ущемлена юрисдикция Константинополя, и его заменили кафедрами грузинской церкви. Дбар прямо пишет, что это была грузинская империалистическая церковь, действиями которой наша церковь была уничтожена. Но мы все равно существовали в виде церкви, в некоем подобии катакомб, и таким путем дошли до сегодняшнего дня. А грузинская церковь опять не дает нам возможности совершать наши вероисповедные обряды. И Дорофейд Бар и его группа говорят Константинопольскому патриархату, что вот, это было в вашей юрисдикции на протяжении веков, и мы просим вас вновь прийти к нам и снова взять церковную юрисдикцию Абхазии в свои руки. В 1990 году Константинопольская патриархия признала грузинскую церковь одной из древнейших автокефальных церквей. Примечательно, что в 1943 году, когда русская православная церковь признала автокефалию грузинской православной церкви, она и тогда не смогла объявить Абхазский католикосад в качестве независимой церковной единицы, поскольку у русской православной церкви не было никаких юридических оснований для этого. Со дня основания, Абхазский католикосад являлся административной единицей Эмцхетского престола. В ответ на выдвинутые Дорофеем Дбаром обвинения, Константинопольской стороне было дано разъяснение о том, что паства грузинской церкви, проживающая на территории Абхазии, насильственно изгнана из своего жилища и ныне проживает на территории, контролируемой центральным правительством Грузии и, естественно, имеет живую связь с духовенством грузинской церкви. Очень малая часть паствы осталась на оккупированной территории. А также православные христиане, проживающие в Гальском и Очамчерском районах, по сей день поддерживают живую связь с церковью-матерью. Как вам известно, одна значительная часть самих Абхазов – мусульмане. Я точно не знаю, но, как они сами пишут, по статистике остальная часть составляет примерно до 15 тысяч человек. Мы знаем, что эта часть населения также является нашей паствой, имеет с нами отношения и связи. Они признают Святейшего Илью своим епископом и патриархом. Имеется постоянная письменная связь и отношения. Они прибывают на территорию, контролируемую центральным правительством Грузии, и принимают крещение и причастие. То есть, существует живая церковная связь. И если бы не вооруженные люди, конечно, эта связь была бы живой и всецелой. Сегодня среди остального населения Абхазии большая часть армяне. Как вам известно, у армян есть своя церковь, так что в настоящее время они не числятся православными. В Абхазии тоже есть небольшое количество русского населения, это, конечно, наше паство. У нас было русское духовенство и паства, которые были изгнаны из Абхазии в результате этнических чисток. Они покинули Абхазию. Они наше паство, и я лично являюсь свидетелем, что они признают это и имеют постоянную, живую связь со святейшим патриархом Ильей. Дорофей Дбар, имеющий сан Архимандрита, и Андрей Ампар являются клириками, рукоположенными в лоне русской церкви. Когда клирики, рукоположенные в лоне одной церкви, в обход своей церковной иерархии обращаются к главе второй церкви, в данном случае к главе Константинопольской церкви и просят разрешить церковное образование, метрополию, на территории третьей церкви, в данном случае на территории грузинской автокефальной церкви, это грубое нарушение церковного законодательства. Константинопольская патриархия обратилась к русской церкви с вопросом, почему требует ее священнослужители право совершать богослужения на территории другой церкви. За такие действия эти клирики были запрещены в священнослужении сроком на три года самой русской церковью. Исходя из этого, Константинопольская патриархия отказала им во всяком приеме и слушании. Но церковные сепаратисты все равно продолжают совершать священно действия на территории Абхазии, что также является нарушением церковного права. К сожалению, на их своеволие реагирование со стороны русской церкви не последовало. Вселенский патриарх Варфоломей выразил большую любовь и почтительность к нашему святейшему патриарху Илье. Это было выражено во всесторонней поддержке. Он еще раз заявил, что целостность юрисдикции грузинской церкви является бесспорной и, конечно же, она распространяется как на Абхазию, так и на всю свою территорию. Вселенский патриарх выразил надежду, что грузинская сторона будет более активной. И действительно, наш патриарх, святейший Илья, назначил соответствующего хорепископа, который занимается этими вопросами. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ